Вот решили вы обшить дом сайдингом. У вас фасад около 100 квадратов. Зашли на несколько сайтов и увидели примерную стоимость одинаковую, около 400 рублей за квадрат. Прикинули эти 100 квадратов, то есть примерно у вас получается 40 тысяч рублей. Но эти цифры далеки от реальности. Давайте разберемся, почему так происходит. Какие факторы все же влияют на цену? Основное, конечно же, это само сырье. То, что вы приблизительно посчитали 40 тысяч, это обойдется вам сам сайдинг. Но тут тоже не все так просто. На этом этапе вас могут очень легко обмануть недобросовестные продавцы. Поэтому досмотрите это видео до конца и вы будете понимать все тонкости при покупке сайдинга. Сайдинг бывает различной толщины и различного покрытия, если рассматривать металл. И с различными добавками, если рассматривать пластиковый сайдинг. Вы позвоните в одну компанию, вам дадут цену в 40 тысяч рублей. Позвоните в другую, вам дадут цену в 35 тысяч рублей. Вы можете подумать, какая хорошая компания и цены дают хорошие. Но проблема в том, что вам просто-напросто предложили разное сырье и разные материалы. То есть там, где предлагают дешевле, обычно это более низкого качества. Обязательно сравнивайте название сайдинга, чтобы в разных счетах была указана одинаковая позиция. Толщину сайдинга, производителя. Это может быть сайдинг завода с добросовестной репутацией и с гарантийными обязательствами, которые также имеют различный срок на некоторые виды сайдинга, гарантия достигает 30 лет. А может быть сайдинг, произведенный в гараже. Поверьте, разница есть. Сравнивайте полимерное покрытие на металлическом сайдинге. От него очень зависит срок службы. В общем, сравнивая цены на основное сырье в различных магазинах, удостоверьтесь, что сравниваете один и тот же сайдинг. Еще один важный показатель, который сильно влияет на цену, это доборные элементы. Например, стыковочная планка, отделка окон, планки, угла. Все эти доборные элементы вы не ушли, когда считали цену вашего сайдинга. Примерно они составляют 20-30% от стоимости основного сырья. Факт в том, что ни одна компания вам не скажет точную цену сайдинга, пока у нее не будет точного чертежа вашего дома. Поэтому, если вы позвоните в компанию, которая продает сайдинг и попросите цену за 100 квадратов, то будьте готовы, что они вам дадут цену, которая далека от действительности. Цена доборных элементов будет зависеть от особенностей вашего фасада. Поэтому обязательно делайте замеры дома. Кстати, в скором времени мы запишем видео, в котором расскажем, как сделать замеры дома под сайдинг своими руками. Какие моменты нужно учесть. Либо закажите замерщика. Многие компании предоставляют такую услугу бесплатно. И тогда вы будете обладать реальными цифрами. Подсистема для сайдинга. Ее здесь не видно, она находится под ним. Также влияет на стоимость вашего фасада. Самый простой вариант это сделать деревянную пришетку. Но все-таки более надежным вариантом будет металлическая пришетка. Про это мы уже много раз говорили в наших видео. Основная задача подсистемы это выровнять стены и обеспечить вентилируемый зазор между стеной и сайдингом, чтобы выветривать всю влагу, которая скапливается между ними. Деревянные бруски бывают разного качества. Металлическая подсистема бывает разной толщины. Иногда даже используют металлические профиля 0,4 мм, у которых недостаточно толщины, чтобы держать в себе сам саморез. То есть, ну это просто смешно. И вся конструкция держится на одном добром слове. То есть получается, что обращаясь в разные компании, вы получаете несколько разных щитов с разной стоимостью. И фактически вы сравниваете не одно и то же, поэтому будьте внимательны при выборе материалов. Сравнивайте цены на одинаковые позиции и уже исходя из этого делайте выводы. Вообще желательно про каждый этап изучить поподробнее, чтобы иметь хотя бы какое-то представление, что вам считают. Что влияет на стоимость работ по монтажу сайдинга? Первое это сложность вашего дома. Всевозможные выступы, эркеры, количество окон и дверей и прочих элементов может влиять на стоимость монтажа. Также непосредственно сам материал влияет на цену. Технология монтажа винилового сайдинга и металлического очень сильно похожа. Но многие строители предоставляют разную стоимость на разные услуги. Цена монтажа сайдинга очень сильно зависит от квалификации сотрудников. В нашей компании сейчас работает 12 монтажников. И мы берем только самых лучших к себе в команду, чтобы сохранить добросовестную репутацию и выполнять качественные монтажи по технологии. Ну и конечно же наш монтажный отдел постоянно загружен работой. Поэтому в нашей компании стоимость монтажа может быть чуть-чуть выше, чем возьмутся какие-нибудь частные строители, которые не смогут отвечать за свой результат и не могут дать никаких гарантий. Сегодня они есть, а завтра их иди и ищи по всей области. Тут конечно же решать вам, хотите вы дешевый фасад или качественный. Так сказать на совесть. На стоимость работ также может повлиять доставка материала, удаленность вашего объекта от черты города. Иногда приходится снимать дом для проживания. Например, когда мы занимаемся отделкой домов на Байкале, то нам проще снять жилье где-нибудь там, чем несколько часов ехать на объект из Иркутска и вечером несколько часов обратно ехать домой. Какой итог из этого видео? Сравнивайте одинаковые позиции в счетах, не дайте себя обмануть. Я бы все-таки рекомендовал обращаться к профессионалам своего дела с большим портфолио и опытными монтажниками. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Очень интересно читать то, что вы пишете. По возможности мы отвечаем почти всем. До новых встреч!